muy buenos días mis queridos amigos como están здравствуйте мои дорогие друзья как вы сегодня мы рассмотрим еще одну поговорку más vale malo conocido que bueno por conocer что переводится как лучше уж плохое которое мы уже знаем знакомое нам чем хорошая которое ещё предстоит узнать то есть незнакомая ну или говоря о политике можно сказать так лучше уж плохой вот этот которого мы знаем чем хороший которого нам ещё только предстоит узнать а вдруг он не такой уж и хороший как он говорит на самом деле я не считаю что я перевел это достаточно хорошо эту поговорку перевел знаете чтобы она звучала емко и кратко как в испанском языке поэтому я предлагаю вам сделать свой собственный перевод и написать его в комментарии и мы потом проголосуем чей будет самый удачный ну а для того чтобы вам легче это было сделать мы сейчас разберем эту поговорку по частям и не просто по частям а по частям речи и так назвали означает лучше малоконоси до но мало это у нас предлагательный плохой conocido знакомый нам уже кетчем буэн о хорошей пойду хороший пор конусер и вот здесь у нас интересная конструкция пор плюс инфинитив предлог пор плюс инфинитив которая говорит о том что действие обозначаемое этим инфинитивом нам еще предстоит сделать предстоит сделать в будущем вот например смотрите я могу сказать а то давиа и став пор конусер все еще предстоит узнать его либо что-то узнать давайте вот еще пример например смотрите tengo muchas cosas пор ассер у меня много дел много вещей которые мне предстоит сделать я могу сказать tengo un coche пор вендер у меня есть автомобиль который мне предстоит продать автомобиль который мне предстоит продать вот ну и так же пор предлог пор плюс инфинитив может другое иметь значение например раз я спорвенит грас я спорвенит грас я спорвенит грас я спорвенит что означает спасибо что пришел пришла пришли это кстати эта форма подходит когда мы обращаемся к дому или к нескольким лицам неважно но в связи с тем что грас я спорвенит может также означать спасибо что приходишь приходите постоянно мы но это происходит из-за того что глагол дарит стоит в инфинитиве на иногда чтобы избежать недопонимания мы можем сказать раз я спора вербе не до а здесь мы используем инфинитив прошедшего времени про перетели то перфекту и так как глагол бы не стоит не в инфинитиве в партисипио то предлог пор мы ставим перед инфинитивом вспомогательного глагола а в грас яс пора вербе не до спасибо что пришел пришли а теперь давайте немножко поговорим о происхождении этой поговорки есть знаете мнение что как-то это произошла на случилась эта поговорка из одной истории произошедшей в древнем риме давайте я расскажу вам об этой истории об этом случае жил был император тиран деспот узурпатор столько лет уже да вот все его ненавидят но тем не менее вдруг этот император узнает что какая-то жрица молит богов о том чтобы он прожил как можно дольше наш тиран на тиран он и хоть и тиран да но он не дурак он понимает что его ненавидят просто и он решил выяснить в чем же тут дело значит он вызывает себе эту женщину и говорит я не пойму как так вообще меня все ненавидят а ты молишь богов о том чтобы я прожил как можно дольше как это так не увязочка ну на что женщина ему и отвечает знаете ли уважаемый дело в том что я женщина пожилая я жила как минимум при трех тиранах уже и вы знаете когда первый появился я молила богов о его скорейшей смерти первый умер пришел второй и еще хуже чем первый и опять начала молить богов и он опять умер и после вот этого второго пришли вы и но уже это уже настолько плохо да что я поняла что уже хуже чем вы я не переживу уже да поэтому я молю богов чтобы вы жили долго как можно дольше вот такая забавно поучительная история да мне кажется что этому принципу следует многие избиратели и в наше время до назвали мало конуси до кевуэна пор конусет что я еще хотел сказать дело в том что вот здесь данном случае прилагательное мало конуси до и муэна мы можем использовать мало не как плохой а плохое знакомое и потом боя но как хорошие то есть в данном случае не будет никакой ошибкой ну чтож чем мы чтож чем мы гитара все еще и все еще и Hasta la próxima, nos vemos pronto.